смотрите что у нас творится посмотрите это уже третий день вот так третий день сначала вылезает солнце и потом резко начинается вот такой вот черное небо и резко начинается ливень просто такой вот как из ведра красиво да с одной стороны красиво с другой стороны как-то жутковато мне кажется и прям все сгустилось кстати над нашими вот у нас вот там дом где черная вот это это чё это не ураган случайно идет не торнадо посмотрите что творится мне кажется увидел торнадо я кажется увидел мама-мама именно над нашим домом там вот эта чернота кошмар шел второй день дожди непонятная погода вообще у нас в это время года все выгорает просто до трухи до пыли до сух сахары сухары никогда в жизни такого такой зелени не было с одной стороны приятно с другой стороны никуда не пойдешь по что бесконечный дождь просто бесконечный но мы сегодня были в городе по делам и к дочери ездили но куда-то пойти погулять нет не получается жуть впечатление что специально макрон нагнал эту погоду чтобы у людей не нифига настроение не было чтобы все были в депрессиях и в грусти день третий день третий шел дождь но он стоп просто такое вот небушка и все такое кислое бедные мои помидорки на классно здесь побега босиком но иди мои красавцы смотрите что это за сорт вообще непонятно такие колокольчики какие-то ну и вот эти посмотрите какие уже громадены о как они тут держатся удивительно как можно держаться тут их куча просто полно помидор фасоль выросла у фасоль собираю каждый день но я ее замораживаю потом когда я наберется много красная фасоль очень полезно и очень вкусно вот она потянулась наверх а там какие помидоры мы идем к вам слушайте огурцы хоть вырастут с таким дождем прелестно прелестно сколько смотрите кучи 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 зарослей мои сладкие мои хорошие соседи наверно смотрят скажет вау ну те соседи милые которые потому что те другие соседи я вчера видела они ходили вон к тем и у них прямо слет там был какой-то съезд ну типа как оператив потому что он вчера получил мое письмо я думаю что они там что-то сидели решали ну ему наверняка говорили типа у тебя нет шансов у тебя надо все-таки убрать я больше чем уверена прям чувство о как красота где вы думаете в такую суровую погоду суровым парнем денисом который меня упер из дома просто реально холодно вообще тут я не знаю сколько градусов наверно 14 я надеюсь что в три может откроется барчик может мне там кофейку горячего нальют не знаю ну и что вы думаете я вам записала ведь аж два видео сегодня очень интересных но мне же нужно их монтировать а когда это монтировать просто когда тебя со всех сторон во первых дергают туда-сюда гулять во вторых есть какие-то еще другие дела что-то денис несет интересное я вчера купил сам такую вот рыбу для короче сюда может щука попасться какая-то рыба называется сандра там наверху крючок и внизу какие-то болтаются а вот сюда вот привязывается нитка самое главное не перед не промахнись чтобы от ветра на тебя не полетела а кстати сегодня же вот этот праздник день взятия бастили может быть здесь что-то намечалось на вечер но при такой погоде я не знаю как это будет то что написано дожди дожди слушайте по поводу погоды если бы я раньше посчитала сама себя сумасшедшей говоря о том что макрон может управлять погодой и делать ее такой неприятной испортив нам тем самым и праздники и собственно говоря все манифестации и так далее потому что он наверняка знал что будут манифестации то теперь я вам скажу что по моему в данной ситуации и в данном моменте до который происходит везде из такой вот погоды который происходит везде людьми сумасшедшими могут считаться те которые не верят в то что погоды можно управлять а а почему ну потому что им это выгодно выгодно и нет раньше не было такой погоды вот резко переменчивый так скажем и нет никогда у нас в нашем регионе здесь в это время года не было так холодно у нас всегда была сахара пустыня и просто постоянный каникюль каникюль это знаете это когда после 42 и выше как говорится и без вообще единого ветерка послушался все-таки пошел ловить с берега потому что ветер идет оттуда я ему говорила он закинул сейчас у него так он полетел пошел с берега ловить а у меня тут зонтик мне ничего не страшно а блин вон его рюкзак надо забрать в общем вот такая у нас погода ну куда деваться не сидеть же целыми днями но мы уже третий день практически практически но у нас дома но у дочери дома в магазине уже вот и вот и вот сейчас еще рядом со моим ребенком которому сказали выйти на другой стол но он сидел непосредственно рядом со мной чтобы прикреплять свои крючочки и что я сейчас слышу я слышу ой один упал я не упал он коценту упал я же рыбачил с ним Ты же рыбачился с рыбой? Нет, я рыбачился с рыбой, а я к ним голода. Ты передал крючок. То есть на рыбе было 4 крючка и плюс еще один? Да, чтобы словить 5 рыб. Это новинка. Вы ловили когда-нибудь рыбу на 4 крючка сразу? Или нет? Попробуйте после чего-нибудь. Как не вышло у Денис. Денис научился какие-то узлы крутить непонятные. Я ему говорю, давай я тебя свяжу. На что он говорит, нет, я сам умею очень круто ловляться. Да, она сама не умеет. И после этого у него постоянно отвязывается. Он так вот скидает в воду и у него отвязывает. Да, у меня не отвязывается, а просто там чука отрезала. Чука отрезала. Да, ну хватит! Супер. Мам, хватит! Мам, хватит! Я капризный мальчик! Ну и, конечно же, во всем этом огромном парке мы обнили. Тут дверь была открыта, ворота. И либо они их забыли закрыть на сегодня, либо они надеялись все-таки, что погода изменится. Вот это называется упрямый человек. С одной стороны, это хорошо, потому что он в жизни будет добиваться своего. С другой стороны, судя по этой погоде, сейчас в любой момент может быть гроза и ливень. И сильный ветер уже начался, который не позволяет одеть правильно крючок. Позволяет? Это не из-за ветра! И в том числе, если ты пойдешь сейчас на берег, то есть вероятность того, что упадет какое-то на тебя либо дерево, либо твой крючок. Хватит, мам! За твою одежду. Я знаю, что делать! Твой ветер на самом деле сильный. Да я знаю, что делать! Хватит! Но ребенок настолько упрям, что он все равно будет это делать. Его не переубедишь никак, пока ему действительно какая-нибудь дубина не свалится по голове. Да хватит, блин! На этом я прекращаю говорить ему еще какие-то осторожности. Пусть идет и пусть делает. Мало того, что я здесь, собственно говоря, тоже не могу ничем заняться, а могла бы монтировать и выложить вам видео. Мне приходится здесь сидеть и ждать, когда эта палатка мне свалится по голове. А как вы... Да не свалится, блин! А как вы решаете проблему подростков. Хватит! Кое-что я вижу. Наверное, это подорванная ветка стерва. Может быть, с ураганом? Нет, это было специально там, чтобы повесить эти гирлянды. То есть, это дерево из уродов, да, чтобы повесить гирлянды? Ты видишь, сколько оно там лисит из-за этого? Ты меня не напугает. Ну, я не пытаюсь тебя напугать, просто на меня уже налетает сюда даже дождь, поэтому я пошла. Я хочу рыбачить! Рыбач! Я хочу, чтобы ты могла. Нет, я пойду прятаться от дождя. А ты можешь сидеть здесь, пока тебя не долбанет по голове чем-нибудь. Хватит! О, класс вообще! Супер! Я знаю, что делать! Самое интересное, что если его все-таки долбанет ветка по голове, то виновата в этом буду я. Ну, собственно говоря, у нас вот так вот сейчас происходит каждый день. Каждый божий день. На улице ливень. Уже даже до машины мы не добежим, потому что у меня вся моя аппаратура, все телефоны, все промокнет. Поэтому я стою здесь, чего и предложила ему. Но вы слышали, да, как отвечает товарищ. Он сказал, что он все равно будет сидеть там, делать свою удочку, и он все равно пойдет рыбачить под ливнем. Вот пусть делает, и пусть идет. И пусть потом не жалуется, если он заболеет, и пусть потом не жалуется, если на него налетит его крючок, потому что ветер. Особых деревьев там таких нет, которые на него бы рухнули. Все вроде здоровые. Так что пусть идет. А что это за звук такой? А, это водосточная. Напугала меня уже. Вот у нас висят вот такие везде штуки, что типа нужно мыть руки, кашлять нужно в локоть. Здесь, кстати, про маски ничего не написано. Здесь написано, кашлять нужно в локоть, использовать сопливчики индивидуальные и бросать их сразу, выбрасывать. Но не написано, куда выбрасывать, кстати. И нельзя здороваться за руки или пожимать руки. И также нельзя обниматься, целоваться. Вот. Санте публик французская и французская республика. На что наши адвокаты выпустили следующее. Сейчас я вам поставлю сюда. Денис наконец-то нашел себе тут дружбанов. Маленькие, конечно, все. И пять минут после. Все сюда прибежали, потому что опять полило. Вообще, это что такое с погодой? Что это? Как будто из шланга кто-то нас поливает. Сказать, что я замерзла, ничего не сказать. Продуло шею, уши, все вообще. Шел уже четвертый час, как мы здесь. Но его не вытащит Денис. Приходят все новые и новые дети, и он с ними теперь ловит рыбу. И вот они сейчас опять поймали рыбку. Все вокруг него столпились. И он им там объясняет, что это за рыба, что он будет ее выпускать скоро. Я уже записала лайв на час. Я записала уже на 40 минут разговор с Лео. Я позаписывала вам видео. Я просто поболтала по телефону с друзьями. Шел уже четвертый час, как мы здесь. Я не могу его вытащить. Это какой-то ужас. Что делать? Погода уже 150 раз поменялась. Посмотрите мой лайв сегодняшний. Там просто ливень шоу бесконечный. И вот он прекратился. Денис как предводитель там. И другие дети тоже приходили. И он с ними носился по всему саду. Они за ним как это, как за Владимиром Ильичем Лениным все носятся. Он что-то им там вещает, что-то рассказывает. А сейчас он им показывает, как ловит рыбу. Их осталось двое и два червячка. Так что есть надежда, что скоро я поеду домой. Люди, а ведь у нас с вами начали цвести лотосы в этом парке. Ну вот в ботаническом саду. Пришли мне сообщения от них. Приезжай, мол, лотосы вовсю цветут. Так что завтра, друзья, мы поедем туда. Мне, честно говоря, пофигу, даже если будет дождь. Я все равно пойду вам снимать лотосы. Он тоже, матушка, не может утащить своего ребенка теперь никак. Денис отгоняет, когда он кидает. Он отгоняет их всех. Поймал? Да? Ой, это не его мама была? Это не его мама была? А он один. Один? Один гуляет. Как это? Он очень далеко. А? Опять погода начала портиться. День мы уходим сейчас точно уже. Да. Гуляет.